все мы собрались оставим собрались все самое необходимое оставили это дома и идем короче на сам на необитаемый остров все код пока где мой кот все пока ты остаешься одна на 5 дней на 7 дней так что там китайцы за тобой присмотрят все пока пока сегодня мы своим братом под ухо робинзоном из казахстана решили отправиться на необитаемый остров сейчас мы двигаемся с острова панглау на остров бухол там и в табеларане у нас будет пересадка на автобусе и мы поедем на какой-то тубигон или полигон нам местные сказали местные рыбаки сказать что есть необитаемые острова чел сзади такой подлазит говорит проезда проезда и мы с горы летим тормоза у чувака просто отказывают и мне кто-то по плещу бьет такое заплати за проезд вот мы добрались до порта тубигона спустя три часа езды или два сейчас будем узнавать у рыболов смотри вон острова какие-то сейчас будем узнавать у местных рыбаков пробивать чё как добраться до какого-нибудь островка вот что-то наподобие такого мы будем искать он лишь маленькие острова сейчас пойдем интересоваться прощупывать рыбаков точно скажет по цене что надо арендовать лодку и а мы хотим оплыть здесь все все острова тут около 25 около 30 оплыть все острова и выбрать самое подходящее для нас итоге по-английски тут практически никто не говорит но вот мы нашли одну англоговорящую девушку она объяснила что здесь нет необитаемых островов здесь на всех приезжают туристы но она посоветовала один остров он практически необитаемый там живут только летучие мыши это санктуари of the bats тот самый как вы как санктуари по-русски короче пристанище пристанище летучих мышей и вот мы сейчас едем на этот остров попробуем туда добраться нам сказали что там есть какие-то деревья то есть можно сделать шалаш домик на деревьях и хотя бы у нас будет уже что есть а 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 Мы смотрим на землю, без каких-либо людей Нет людей внутри Ты знаешь? Где? Может быть этот? Ты знаешь? Бат Бат Бат, да На остров летучих мышей у нас не получилось поплыть, потому что сейчас отлив, а прилив будет только с утра И как нам объяснили, там вообще нельзя оставаться на ночь, потому что мыши съедают Те, кто оставался на ночь, просто не возвращались, да? Да нет, просто не стремился Мы поймали вот такую торопедку, едем сейчас вообще в другую часть Бахоля И будем пробовать пробиться там, там типа есть еще пару островов Мы добрались до Талибона уже, четыре часа вечера Это самая дальняя точка, до которой мы можем доехать здесь Извините, где мы можем купить корабль? Просто купить корабль Мы собираем корабль Мы собираем корабль без людей, мы хотим оставаться по пару дней Только как survive, вы знаете? Есть много корабль, но... Это самая хозяйка Хорошая хозяйка Ага, хозяйка Эта хозяйка Он говорит в английском Он говорит в английском Эта хозяйка здесь без людей Мы из Панглау. Мы живем три года в Панглау. Но мы сейчас искали на острове, без людей. Мы хотим оставить там без еды, без водки. Мы просто живем, мы собираем пищу, собираем корм, мы делаем видео о том, что это. Что, снимает, да? Нашли, мы договорились с одним рыбаком, он за 8 долларов отвезет сейчас на остров. Его здесь не видно, он за этим островом. Там, говорит, один гектар остров, он небольшой, совсем маленький, и на нем только мангровые заросли, и нет ничего вообще. И мы поедем сейчас и посмотрим. Если он пригоден для выживания, то мы попробуем выжить. Если нет, то вернемся назад и поедем дальше. Вот на этом острове мы будем жить. Вообще, смотри, какая красота! Ха-ха-ха-ха! У-у-у! Хом, слава-м! Это наш новый дом! Вообще, перпекто! У нас уже встречает собака. Смотри, собака какая-то живет. Эй! Эй! Привет! Ну, ну что? Ну, привет! Здорово, здорово! Принимай гостей, мы теперь здесь будем жить. А ты кто вообще? Слушай, круто! Да, вообще бомба! Класс! Смотри, как он маленький, вот он, все, вот, мангры начались. И вот буквально он 10 метров шириной. Там какой-то он, дед сидит, блядь. Ну, рыбак, вот он, отдыхать, договориться, бывает. Не, вообще классный, вау! Совсем другое, чем то, что я ходил. Там вообще были острые, здесь, смотри. Ну да, тут хотя бы песок есть. Вау, песочек, мангры вот здесь. Вот тебе хижина, вот тебе лодка. Сеть есть, смотри. Ой, бля, ну здесь мы точно... Это зона комфорта, старик. Это не выживание, это зона комфорта. Это лакшери, блядь. Майон Хапон! Здорово! Как дела? Нет английского. Вы говорите английский, нет? Гамайн, нет? А, вы живете здесь? Вы живете здесь? Это ваша дом? Твоя дом? Да, это его... Да, у него здесь жена, дети какие-то у него. Ооо! Вы живете здесь? Да? Вы живете здесь? Ты? Ты? Икал? Икал? Ооо! Ну, я говорю, это ты, что ли, там, на фотках? Он говорит, да. Да, 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 походу, он. Да, походу, рыбак там, блядь, блядь, блядь. Ну смотри, это реально выживание. Это же Робинзон! Это же Робинзон! Мы его нашли! Робинзон! Майон Хапун! Вот как он, блядь. Реально, смотри, сети, он, Робинзон, один здесь живет. Смотри, как здесь жить. Он здесь не выживает, вот здесь живет. Он здесь кайфует, посмотри, у него только сетей, блядь. Он здесь, блядь, 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 блядь. Все, блядь, можно гнуть. На самом деле, ложки нет. Нормально, смотри, сколько здесь ракушек просто. Ты че, ты серьезно? Я буду просто им сейчас сделать эти самые Dreamcatcher и вязать ракушек. Смотрите, они крутые, блядь, вообще. Да, столь красота какая. Все, а вообще, для чего это? А это грузы на сетку, скорее всего. А, груза? Да, груза на сетку. Смотри. Груза из такой красоты делает. Ну, все понятно. Давай тогда договоримся с этим, с рыбаком, чтобы он через 5 дней, через 7 за нами приехал. Где это? Правильно это, что творит? Сейчас, где? Не, ну там ладно, там пусть будет секретом, пусть будет неожиданность какая-то. Так не интересно, сейчас все увидим, блядь. А там уже все, там уже ничего нет. Ну, да. Блядь, сетка. Все, я сейчас рыбаком стану. Я здесь теперь буду грабинзоном. Кто у вас там главный? Сейчас я подойду, подожди. Все у нас, какой гид здесь, блядь, 100 квадратных метров? Не, здесь гектар. Рыбаки сказали, тут гектар по площади. Ну, это, конечно, я мало верю. Да ладно, не гавка. Теперь я твой хозяин. Пойдем с рыбаком поговорим, чтобы он ему на филиппинском объяснил, что теперь мы здесь тоже. А? Да, 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 пусть он переведет на Абисайский. Нормально, у нас тут дакан, смотри. Вон там будет рассвет. Бомба. Что, до встречи. Хаппи-хаппи. Ништяк вообще. Да сейчас мы радостные, сейчас через час, блядь, чухавать. Что мы будем жрать. Что такое? Что ты кричишь? Ну ладно, привыкнешь. Что, вот так вот. Мы добрались. Сейчас найдем. Давай там не с ним где-нибудь, а где-нибудь там на Ашибе. Нам надо тогда делать так, а я с ним не знаю. Сейчас сделаем, не знаю, из чего. Окей. Мы добрались. Мы нашли. Всем удачи. Буквально 20. 10 метров, дальше уже мангра. Когда вода поднимется, то... А, слышь, вода когда поднимется, тут вот она до сюда идет. Когда прилив будет, вода будет отсюда. И вот прям до сюда. У нас буквально будет 5 метров остров. В общем, такой вот островок. Тут какая-то рыбацкая хижина стоит, смотри. Есть даже маленькая лодка, если что, можно отсюда дать жару, деру. Если мы сломаемся, то мы точно уплывем отсюда. Ну, ну, вряд ли мы сломаемся с таким, бля, этим самым лакшери. Ты что, вообще бомба, смотри. Красота. Не, ну, такую тему мы бы сами построили, если бы ее не было, если бы у нас был бамбук, правильно? Так что, ну, все по-чесноку. Правда, смотри, здесь леска есть. Я уверен, можно найти крючки, то есть мы уже можем ловить рыбу. Опа, смотри, второй этаж. Я там буду с малышками зажигать, буду привезти. Надо откопать ее. Смотри, прикольно вообще. Что тут есть? Это все по-чесноку. Смотри, тут вообще спальня. Тут какой-то рыбак живет. Либо рыбаки сюда приезжают. О, смотри, у нее кухня. Э, слышь, тут кухня есть. Нихуя. Слышь, там бабушка спит. Бля, там бабушка спит. Я тебе отвечаю, там бабушка спит за этой самой. Тогда она потихнила. Бля, что-то мы не одни уже с тобой здесь. Ну, пятница с женой. А, ну да, что? Робинзон тоже не один был. У него и коза была, которую он жарил, и Робинзон. Самые пятницы. Смотри, он меня спрашивает. А что это за бледнокожие, короче? Говорят на ломаном, непонятном, чужеземном языке. Он говорит, да нормально все, бабуля. Они останутся на пять дней, потом свалят. Просто дилетанты приехали из России, блин. Попытать судьбу. Ты главное им хавать, не давай. Пусть сами выбираются. Понял? Не, ну так-то мы вторглись вообще в их владение. Ну, то есть на их остров. Без подарка. Хотя это ничный остров. Это вообще дикий остров ничейный. Ну да. Они сами здесь просто хижину поставили. Ну то есть Робинзоны реальные. Ну да, они Робинзоны, мы Робинзоны. Надо делиться. Мы просто пришли к Робинзону поучиться Робинзонать. Смотри, здесь ходит курица. Но вот как я здесь голода могу умереть? Нереально вообще. Курица нет, это Робинзона. Она недовольная, смотри, без улыбки от него ушла. Все. У нас есть враг на этом острове. Надо ее первой обезвредить, как-то утилизировать. В сетах много, смотри, мы сейчас укутаем ее и в костер. Нечто, я какой-то жестокий. Вот смотри, еще кошка есть. Кошка, курица. Да тут вообще просто живи, блин. Когда тебе говорю, лакшери конкретный. Просто лафа, блин. Ты у нас, да, у нас такая Робинзонада такая. Не, ну как бы, что, Ратница подготовил приезду Робинзона? Не, начнем с того, что у Робинзона у него был огромный остров с горами. Там, я не знаю, рис у него был, там был, все, козы. Так что мы тут, мы вообще нормально. Мы не на шаг позади его. Для первого раза. Для первого раза это нормально. Сейчас эмоции пройдут, голод настанет, тогда поговорим. Что-то мы с горячаной эмоциями вообще поторопились и поняли, что... Сейчас подумали, поняли, что мы здесь не сможем, мы здесь лишние. Это не то, что мы здесь доехали, не одиночество, не одиночество, не робинзонское. Тут уже есть один Робинзон. К тому же, у нас есть жена, как мы, и мы здесь. И они уже нам предлагают уют, там дают подушки, там покушать. Ну, то есть, это... Мы шли от этого. Поэтому мы приняли решение сваливать отсюда, обратно в Талибон, туда. И уже остаться там сегодня на ночь в хостеле и с утра отправляться в Убай и дальше туда. В Убай есть, ну, в Убай есть еще одного, там, где никого нет. Этот остров хороший, но он все равно нам не подходит. Здесь ни пальм нет, ни кокосовых этих самых... Ни кокосовые стружки, ни кокосовых опилок. Нам здесь не из чего даже жилье смастерить. А жить в готовом жилье, это, ну, не вариант. Так что мы вот пришли на пятачок, будем ловить водку сейчас, пытаться. Ну, было бы все так легко, было бы неинтересно. Да, Робинзон? Да-да. Место клевое. Но оно уже занято. Так что завтра продолжим свой путь. Талибон! Ну, походу, мы с тобой застряли, блядь! А мы этому, рыбаку нашему, блядь, сказали все, приезжай за нами в пятницу. И все, короче, попутки здесь не ходят. Ну, ладно, че, будем жить, хули дело. Че вы сейчас, блядь, взялите, как эти? Вот, все, выживаем. Нет, нихуя у нас. Уплыть не можем. Все, блядь, грызем песок. Собираем, блядь, этот самый, морской еж, блядь. Начинаем колоться морским ежом, нюхать морской ил. Да, да, здесь крабов много ночью вылазит. Можем наловить крабов. Все, сейчас будем. Сейчас. Все, вот оно, все, выживаем. Хули, блядь, домой съемку мою, это нам не то. Вот, мы, сука, на необитаемом острове с Робинзоном, от которого помощи мы не возьмем. В этом суть, окей? Все, что мы... Хорошо, если начнется ливень, мы пойдем к нему под шалаш спрячемся. А так все, мы спим на пляжу, на песке. И... Блядь, я не знаю даже что. Жесть. Пликш, пликш. А что это у тебя там такое? Пити-пити-пити-пити-пити. Закан, закан. Закан, закан. Сейчас солнце сядет, вообще бомба какая-то розовая такая. Смотри, а он поехал в Талибон все-таки, да? Куда ему еще ехать? Вот, суки. Он говорит, привет, мы и говорит, сюда. О, здорово, здорово. И просто не спуская якорь. Вот жук какой. Ладно, что? Поживем до пятницы. Пес. Вот и началось наше выживание. Домой мы захотели съебаться таки оба. Все это что-то не то нам. Все то. Мы на необитаемом острове. Еды у нас нет. Воды у нас нет. У нас есть ножи. Не знаю для чего. И сдвинутая психика. Так что все будет четко. Но главное, не это самое. Не сыпьте соль на рану. Жена Робинзонова и мой отец. Мой собрат, короче, пытается поймать попутку. Не, братишка, мы уже приехали. Обратной дороги нет. Как минимум на пять дней мы засели здесь. Все. Завтра утром начнется голод. И надо будет думать, как выживать. Для этого мы приехали. Хары махать майкой. Лучше помаши маме ручкой. Ес. В общем, за нами приехала лодка. Все-таки ночью. И везут нас обратно на Бохов. Мы еще с ними в отеле утром продолжим. Короче, мой Робинзон сдался, короче, бля. Он начал кричать, помогите, хелп, хелп, хелп. Короче, приехал, что за нами дало? Я, я, вот, не стал Робинзону. Там Робинзон уже занятый, с пятницы же. Ну, так-то, да, там были заняты уже. Просто не чувствовали себя Робинзонами. Нам же, мы же за этим ехали. Ну, да, так и есть. А чем мы в гости у Робинзона? Ну, да, так мы в гости. Приехал тоже не терять. Лишний день, как бы, лишний день терять. Просто, ну, как бы, чтоб нам комары похавали. Так же за нами приехал парень, он, знаю, за 10 баксов нас привез обратно. Так что идем мы сейчас искать отель, искать подруг и проводить ночь, как хотя бы вот этот таракан. Бля, прикинь, я, короче, ночью себе спал. Смотри, как он огромный, он огромный. И он прямо на меня, сука, залез. У меня дома прям, прямо у меня дома вот этот, сука. Я кота для чего завел? Откуда мне ловит тараканов? Ты прикинь, он прямо по мне ночью лазил. И я от этого проснулся в таком шоке, блядь. Смотри, он обратно, он нападает. Эти уроды, они нападают, понимаешь? Пиздец. В общем, история такая. Мы, короче, сломались. Мне тоже, мы не сломались, нет, нет. Просто, ну, это не то место, которое мы искали. Так что сегодня мы остаемся здесь. По ощущениям. По ощущениям мы поняли, что это не наше. Так что сегодня мы остаемся здесь. И завтра с утра продолжаем поиск. Всем удачи. Не подписывайтесь на мой канал. И желательно ставьте дизлайки. Короче, мы, короче, свалили с острова. И, короче, сидим. И, короче, квасим пивас просто. Пивас не для вас, а для нас. И я... Я вспомнил стихотворение, которое я сочетил 10 лет назад на стройке, короче. И решил, короче, и с вами им поделиться. Если вы ее не слышите, то послушайте. Если слышали, то просто выключайте видео и ставьте дизлайк. Я постараюсь вложить пару простеньких слов, концентрат массы мыслей, просветленных умов, ясности и простота далее сказанных слов. Распахнет врата храмов параллельных миров, станет ум твой свободный от несносных оков. Вы со скоростью света, легкостью облаков, вовстряки всем законам, по закону богов. Невзирая на время, ты рождаешься вновь, ты познаешь суть мира и основу основ. И в момент испарится вся причина грехов, ты начнешь действовать вместо сказанных слов, создавая реальность бесконечностью снов. Сколько будет сближений, столько буду готов. Пропуская сражения, но принимая любовь, вот мое отношение, некий вид изнутри, загляни в отражение, что увидишь там ты. И по сути судьба, это просто ходьба, ведь под ногами идущего возникает тропа от безвыходности к безграничности. Устремляется свет каждой личности, от пристрастия к безмятежности. И долгий путь, полный гнева и нежности, ставит меня пред сомнительным выбором. Сделать выбор или быть выбранным, возвращаться по округу без печности, или плыть по течению вечности, решать тебе.